Недавно в молитве, после того, как я задумался о всех трудностях, происходящих в нашем мире, я задал вопрос, откуда они исходят, что является основной причиной всех грехов, которые мы видим в нашем веке. Я Билли Уилсон, и сегодня в программе «Мировое влияние» мы рассмотрим некоторые причины этого. Мы делаем сейчас серию программ о семисмертных грехах. «Молитва, исследования и советы привели меня к старому принципу христианской церкви о семи главных или смертных грехах». Человечество так или иначе сталкивается с ними. Мы собираемся поговорить о матери всех грехов, это гордыня. Сначала гордыня появилась на небесах, а затем она пришла и в наши сердца на землю. Она продолжает быть одним из грехов, с которым нам приходится бороться больше всего. Когда вы приходите в поле и смотрите на дерево, вы не видите его корневой системы. Она скрыта от вас. Но сегодня я верю в слова Иоанна Крестителя, который сказал, «Уже и секира при корне дерева». Бог хочет докопаться до самых корней того, что происходит в вашем сердце. Гордыня стремится спрятаться под поверхностью, но сегодня мы будем копать очень глубоко, и Слово Божие поможет нам справиться с этим. Если во время этой программы Бог заговорил с вами, я хочу, чтобы вы позвонили мне по телефону, указанному на экране, или зашли на сайт. Там вы можете перейти на вкладку «Посвященную молитве». Оставайтесь с нами. Сегодня мы поговорим о семи смертных грехах и об основных причинах того, что происходит в нашем обществе. Но в частности, сегодня мы будем говорить с вами о гордыне. Семь смертных грехов Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Послание Иакова Гордыня Гордыня – это причины, по которой появляются все другие грехи. Уильям Баркли Неужели мы привносим гордыню в мир? Разве мы не воспевали свободу? Не поклонялись пустым успехам? Не радовались уверенности в себе? Неужели мы закрыли глаза на Бога? И забыли, что архангел Люцифер был низвержен с небес из-за своей гордыни. Семь смертных грехов сыграли важную роль в формировании истории и общества. Но упоминания о них нельзя найти в Библии. Впервые они появились в каталоге мирских пороков, составленном из раннехристианских источников ученым по имени Эвагрий Пантийский. Осужденный по своему списку Эваргий оставил погрязший во грехе Константинополь и стал монахом в Египте. Это произошло в 375 году н.э. Там он переработал свой каталог и составил список из восьми злых помыслов, которые могут завладеть душами. В 590 году н.э. римский папа Григорий Великий, пересмотрев список Евагрия, объединил высокомерие и тщеславие и называл этот грех гордыней, заявив, что он смертелен для души и тела. Сегодня мы поговорим о семи смертных грехах, в частности, о грехе, который многие называют матерью всех грехов. Он называется гордыней. Гордыня находится в одном списке с гневом, жадностью, ленью, похотью, завистью, чревоугодием. Вслед за этими грехами идет гордыня. Это семь смертных грехов. Библейское понимание этих семи смертных грехов можно найти в книге Притчей, 6 главе, 17 стихе. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость души его. После чего автор книги Притч начинает свой список, и начинает он этот список с гордых глаз. Гордость является одним из главных и существенных грехов. Мы видим в Америке и по всему миру все признаки греха. Видим наркоманию, аборты, разводы. Но забываем, что самый корень этих грехов, возбудитель всех этих грехов, заключен в нас самих. В Священном Писании говорится о секире при корне дерева. На самом деле Иоанн Креститель в своей проповеди сказал, что секира уже находится при корне. Я верю, что Бог прямо сейчас призывает американские церкви поднести эту секиру, острую грань его слова, корню к причине всех грехов, чтобы мы смогли освободить свои жизни и наше общество. Много раз в Америке и по всему миру проповедники и священники понимали, что они скорее действуют как медсестры, а не как врачи. Медсестры диагностируют симптомы. Например, если у вас сильно болит голова, медсестра поможет вам справиться с болью. Она даст вам что-нибудь, что сможет облегчить вашу боль. Но они не могут выходить за рамки. Они просто помогают лечить ваши симптомы. Но если к вам в палату приходит врач, а у вас сильная головная боль, он задает вопрос, что стоит за этой головной болью, что является причиной боли. Я думаю, что мы должны сделать то же самое и в нашей жизни. Должны выйти за рамки симптомов, что является корнем греха, происходящего в вашей жизни. Мы поговорим с вами о грехе, который является великим корнем всех грехов, и называется он гордыня. Уильям Баркли сказал, гордыня — это земля, из которой вырастают все другие грехи. А Малькольм Магеридж сказал так, «К тем, что нас, в конце концов, уничтожат, будет не коммунизм и не фашизм, а человек, ведущий себя как Бог». В этом послании хочу поговорить о четырех вещах, связанных с гордыней. Хочу рассмотреть четыре вещи, которые происходят с нами, когда мы гордимся. Прежде всего, гордыня возвышает человека над Богом. Это первородный грех. Задолго до райского сада и первого акта неповиновения человека пред Богом, произошедшем в райском саду, произошел случай, когда неповиновение выказал Люцифер. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари». В этом отрывке говорится о Люцифере. «Разбился с землю, попиравшей народы, а говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Сатана хотел возвеличиться, словно Бог, и стать выше Бога. Из-за этого его выгнали, вытолкнули, сбросили с небес. Слово Божие говорит нам, что когда мы превозносим себя в гордыне против Бога, то Богу приходится что-то делать с этим. В притчах сказано, «Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит». Также там есть слова о погибели, которые предшествуют гордыне. И падению предшествует надменность. Николай Чаушеску, который был жестоким румынским диктатором 20 века, был человеком, наполненным гордостью. После многих лет преследования христиан и убийств членов оппозиции, которые он проводил всевозможными способами, он поручил национальной опере написать о нем песню, чтобы ее спели в честь его 72-го дня рождения. Этот день должны были праздновать 26 января 1990 года. В этой песне были такие слова, «Чаушеску добродетелен, праведен и свят». Тем не менее, за один месяц до своего дня рождения Чаушеску и его жена были казнены. Это произошло в Рождество 89-го года. Гордыня предшествует погибели. Записи о том, что гордыня является опасным пороком, известны во всем мире. Об этом известно далеко за пределами иудеи христианского мира. В греческой легенде Икарп пытался сбежать с острова Крит на крыльях, сделанных из перьев и воска. Из гордыни он подлетел слишком близко к солнцу, и его восковые крылья расплавились. Нарцисс был охотником, о котором говорится в мифах. Он увидел свое отражение в воде и влюбился в него. Но, протянув руку, чтобы дотронуться до своего отражения, он тоже упал в воду и утонул. Персонаж римской мифологии Арахна была умелой ткачихой. Она хвасталась своим мастерством и говорила, что она умелей богини Афины. За ее высокомерие Афина превратила ее в паука, чтобы она вечно ткала свою паутину. В одной центральной африканской легенде рассказывается о том, как у черепахи треснул панцирь после того, как она попыталась летать, как попугай. А в 600 году до нашей эры основоположник даосизма, китайский философ Лао Цзи упрекнул Конфуция, сказав ему, «Стать человеком крайней добродетели очень просто. Тебе пойдет на пользу о великий Конфуций, если ты умеришь свою гордость и снизишь высокомерие. Гордыня должен избегать каждый во всем мире». Нам следует уяснить этот урок раз и навсегда. Нашей наибольшей потребностью является потребность в духовном отце и матери. В Америке 13 миллионов семей, в которых есть всего один родитель. 24 миллиона мальчиков и девочек живут отдельно от своих отцов. Многие из них чувствуют себя брошенными очень долго, даже после того, как они вырастают. Но Бог видит их слезы. Книга «Плач по отцу», написанная доктором Билли Улсоном на основе личного опыта в путешествии и служении Господу, научит вас слышать и отвечать на крик людей, растущих без отца. Закажите книгу «Плач по отцу» прямо сейчас на нашем сайте и станьте духовным родителем, в котором так отчаянно нуждается это поколение. Вы можете заказать книгу «Плач по отцу» прямо сейчас на нашем сайте. Сегодня мы говорим о семисмертных грехах. В частности, сегодня мы говорим о самом главном грехе — гордынь. В первой части программы мы говорили о том, что гордыня возвышает человека над Богом. Поэтому от Бога требуется что-то с этим сделать. В Священном Писании сказано «Гордость предшествует погибнуть». Люцифер усвоил этот урок, а еще его усвоили другие. Наглядный пример книга пророка Даниила. Там речь идет о вавилонском царе Навуходоносоре. Он был человеком большой гордости за себя. У него была высокая статуя, и он заставлял всех в своем царстве поклоняться ему. Там говорится о сне Навуходоносора. Это был сон о дереве, которое срубили и обрубили ему ветви. Никто в его царстве не мог объяснить его значение. Лишь Даниил сказал царю, «Сон этот был о тебе. Ты поднялся очень высоко. Ты был словно большое дерево, но Бог собирается срубить себя. Однако, если ты будешь милостив к бедным и смиришь себя, то тогда Бог сможет помиловать себя». Прошел год, но Навуходоносор так и не прислушался к предупреждению Даниила, которое Бог дал ему во сне. Вместо этого он окинул взглядом свое царство и сказал, «Посмотри на все, что я сделал». И тут к нему с небес обратился Бог. Навуходоносор потерял рассудок и был выслан из Вавилонского царства. Он стал похожим на дикого человека. Его ногти отросли и стали похожими на когти животного. Находясь в изгнании, он жил словно животное, живущее в грязи на земле вдали от своего трона. Совсем не так, как должен жить царь. Но затем царь наконец пришел в себя и понял, что не человек, а Бог есть высшее создание. В конце концов, Даниил говорит об этом так, «По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды». Затем он говорит, «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю царя небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих горды». Помните, гордыня возвышает нас перед Богом, а еще гордыня возвеличивает нас над другими. Гордыня говорит нам, что мы лучше их. Освальд Сандерс сказал, «Гордыня есть грех, наличие которого его жертва сознает менее всего». Я хочу поделиться с вами тем, что земля — это подножие креста Христова. Все мы равны в глазах Бога. Каждый человек создан Богом, нашим Творцом, и каждый человек, независимо от того, кто мы есть, согрешил и нуждается в Спасителе. Когда Иисус умер на кресте, лишь один смог посмотреть вниз, и это был Бог-Отец на небесах, и Иисус на кресте. Глядящие на Него остались на земле. Навуходоносор, наверное, сказал, «Я посмотрел наверх». Когда он пришел в себя, он поднял глаза и увидел, что Бог — это Всевышнее Создание. У подножия креста стояли сотник и вор, и оба смотрели на Иисуса. Там была Мария, мать Иисуса, которая была девственницей, когда Иисус пришел ей во чрево. А еще там была Мария Магдалина, которая была блудницей. Обе они нуждались в Спасителе. Там был Иоанн, бывший любимым учеником Христа, и Петр, прежде бывший священником, отступивший от веры лишь несколько часов назад. Они оба видели, как Иисус получил спасение. Земля у креста — это основное мерило. Клайв Льюис сказал, «Гордый человек всегда смотрит на вещи и людей свысока. И разумеется, если вы смотрите вниз, то вы не можете видеть то, что происходит над вами». Исаак Уоттс в своем великом гимне написал, «У подножия креста, на котором умер князь славы, я нахожу наибольшую выгоду, но на мою гордыню изливаются утраты и презрения. У подножия креста все мы равны. Гордыня возвышает нас перед Богом, гордыня возвеличивает нас над другими». Два европейских генерала застолья друг от друга, замышляя одно и то же, совершили одну и ту же ошибку и потеряли свои надежды воздвигнуть империю. Французский император Наполеон Бонапарт проигнорировал совет своих военных советников и напал на Россию. Он начал наступление с войском в 400 тысяч человек. Домой вернулось менее 10 тысяч. Через три года Наполеона отправили в ссылку. В 41-м году Германия начала крупнейшее за всю историю наступление и вторглась в Россию с войском из 4 миллионов человек. Гитлер считал, что непреодолимая немецкая сила воли окажется нерушимой. Он был неправ. На это наступление пришлось 95% всех немецких потерь во Второй мировой войне. Многие историки согласились с тем, что в обоих случаях эти генералы возможно сохранили бы контроль над всей Европой, если бы избежали сухопутной войны в Азии. Но их ошибка была не в том, что им не удалось захватить Россию. Все дело было в их гордыне. Она являлась источником их погибели. Гордость приносит погибель. Она приносит погибель окружающим вас людям и вашему сердцу. Мы говорим о семисмертных грехах и сегодня о гордыне. В первой части нашей программы я говорил о том, что гордыня возвышает нас перед Богом. Теперь обсудим два других момента, касающихся гордыни. Третий момент заключается в том, что гордыня удаляет нас от благодати Божией. Я знаю, что это звучит необычно, но послушайте, что говорится в Писании. В шестом стихе четвертой главы послания Иакова «тем больше он дает благодать». Вот почему в Священном Писании сказано «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». В первом послании Петра сказано также «И младшие повинуйтесь друг другу, своим пастырем, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». В другом переводе говорится, что он ей сопротивляется. Слова «противостоит» и «сопротивляется» происходят от греческого слова, которое означает «выступать против», активно противостоять или быть в оппозиции против чего-то. Бог активно выступает против гордыни. Бывало, читая Священное Писание, я думал, что Бог просто сдерживается. Иначе говоря, Бога трудно достичь с гордыней в сердце. Изучая этот отрывок, я понял, что Бог активно стремится выступать против тех, кто гордится. Поэтому, когда в вашем сердце воцаряется гордыня, вы начинаете сражаться против Бога, а Божья благодать покидает вашу жизнь. Ведь когда Божья благодать наполняет ваше сердце, там не остается места для гордыни, а когда ваше сердце наполняет гордыня, там не остается места для благодати. Бенджамин Уичкоут сказал, «Никто так не пуст, как те, кто полны себя». А Дуайт Муди сказал, «Бог не отсылает никого назад пустым, за исключением тех, кто полон себя». Гордыня отделяет нас от Божьей благодати, потому что когда мы в отчаянии, она лишает нас надежды на Божью помощь. Когда кто-то живет в гордыне, он обычно говорит, «Мне не нужен Бог». Но когда мы смиряемся, мы готовы покаяться, просить прощения, выразить свое отчаяние в том, что мы просто не можем жить без Бога, и так гордыня возвышает нас перед Богом и возвеличивает нас над другим. Еще гордыня лишает нас благодати Божией, и, наконец, гордыня ввергает нас во тьму. Первая гордыня, явленная на небесах, в сердце Люцифера показала, что когда мы гордимся, мы заключаем союз со тьмой и князем тьмы. Мы должны понимать этот принцип, ведь когда мы позволяем гордыне царствовать в наших сердцах, когда мы не подносим секиру Божьего Слова, чтобы прогнать гордыню из нашей жизни, мы становимся союзниками Люцифера и таким образом выступаем против Божьей воли. У апостола Петра произошла настоящая борьба с личной гордостью. Он всегда говорил, когда он не должен был говорить, и всегда клялся в том, чем никогда не руководствовался в своей жизни. Как-то Иисус сказал своим ученикам, «Я пойду на крест, я буду распят вместе с язычниками». Тогда Петр отозвал его в сторону и сказал, «Да не будет этого с тобою». И Иисус запретил ему и сказал, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Но как может быть такое, что апостола, сыгравшего столь значительную роль в откровении Иисуса Христа, сам Иисус назвал Люцифером или сатаной. Он сказал, «Отойди от меня, сатана». Так произошло, потому что Петр думал, что он знал больше Бога. Он сказал Иисусу, «Ты ошибаешься». И тогда Иисус сказал, «Ты находишься на стороне сатаны, потому что твое сердце исполнилось гордыней». Гордыня возвышает нас перед Богом, возвеличивает нас над другими, лишает нас благодати Божией и приводит нас к князю тьмы. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы взяли Его Слово, воспользовались острой гранью Его Слово, как секирой, поместили его в корень этого греха в вашей жизни и освободили себя от гордыни. Ведь именно это в свое время Иисус проделал с Петром. Нашей наибольшей потребностью является потребность в духовном отце и матери. В Америке 13 миллионов семей, в которых есть всего один родитель. 24 миллиона мальчиков и девочек живут отдельно от своих отцов. Многие из них чувствуют себя брошенными очень долго, даже после того, как они вырастают. Но Бог видит их слезы. Книга «Плач по отцу», написанная доктором Билли Улсоном на основе личного опыта, путешествий и служения Господу, научит вас слышать и отвечать на крик людей, растущих без отца. Закажите книгу «Плач по отцу» прямо сейчас на нашем сайте и станьте духовным родителем, в котором так отчаянно нуждается это поколение. Вы можете заказать книгу «Плач по отцу» прямо сейчас на нашем сайте. Гордыня обманчивая, и всегда трудно сказать, есть ли она вашим сердцем. Надеюсь, что наша программа помогла вам определить, есть ли вашим сердцем гордыня. Возможно, во время программы вы поняли, что боретесь с ней. Может быть, вы увидели в себе ее признаки. У вас всегда должен быть свой, собственный путь. Может быть, в вашей семье сейчас не все ладно. Может, вы злитесь на других людей, которые вас критикуют или наговаривают на вас, или же завидуете им. Я хочу напомнить вам сегодня, что Бог может взять секиру своего слова и поместить ее в корень греха, являющегося причиной всего этого. Он освободит вас. Если вы обратитесь к Нему сегодня, Бог поможет вам очиститься от гордыни, и вы сможете наполнить себя им. Если вы боретесь с этим, и вам нужна молитва, я хочу, чтобы вы позвонили по телефону, указанному на экране, или зашли на наш сайт. Одним из противников гордыни является принятие необходимости. Когда мы открываем наши сердца и говорим Богу, «Мне нужна твоя помощь», мы наносим удар по своей гордыне. Позвоните нам прямо сейчас. Мы помолимся за вас и обо всем, что вам нужно. Просто позвоните по телефону, указанному на экране, или зайдите на наш сайт. Поднимите свои глаза к Богу. Я верю, что силой и остротой Божьего Слова вы сможете победить свою гордыню сего дня. Я очень рад, что сегодня вы присоединились к нам и посмотрели эту программу. Неважно, где вы живете. Мы очень ценим нашу аудиторию и хотим поделиться Словом Божьим с вами. Мы говорили о гордыне. Это чувство, сидящее в углу большинства наших сердец. С ним нужно бороться Словом Божьим. Мы, создатели программы «Мировое влияние», убеждены, что Слово Божие играет для нашего поколения великую роль. Мы собираемся воспользоваться Словом Божьим, чтобы поделиться знаниями о Его славе со всем миром. Мы просим вас присоединиться к нам сегодня. Присоединяйтесь к нашей молитве, присоединяйтесь к нам и смотрите нашу программу каждую неделю прямо у себя дома. А еще вы можете помочь нам финансово. Ведь для того, чтобы продолжать проповедовать Слово Божие во всем мире, нам нужна ваша поддержка. Мы просим вас жертвовать 21 доллар в месяц или 210 долларов в месяц, чтобы помочь нам с нашей стратегией 21 века и заполнить землю знания Божьей славы. Это была программа «Мировое влияние», на которую мы делимся Иисусом с миром. Иисусом с миром.